Здание на Фрунзе, построенное в конце 19 века, известно как дом, где детские годы провел режиссер Ильдар Рязанов. Сохранилось оно довольно хорошо, но чтобы вернуть фасаду былой лоск, пришлось потрудиться. Средства вложили инвесторы, сделали проект, оштукатурили, покрасили фасад, восстановили лепнину. Мы просто хотим, чтобы мы и наши дети жили в прекрасном, хорошем городе. В 19 веке в Самаре была распространена традиция меценатства, и сегодня она продолжается. В этом году фасады 23 домов уже отремонтировали за счет инвесторов. Еще 11 завершат в ближайшее время. Когда мы с вами сохраняем память, а мы с вами сохраняем фасады тех домов, которые были построены в 19 веке, и это очень здорово, что мы это все оставляем нашим детям и нашим внукам. Парадный вид приобрел фасад особняка купца Щелокова на улице Алексея Толстого. Реставрацию выполнила проектно-строительная компания. В прошлом году фирма отремонтировала один дом, в этом два. Олег Борисович обратился к бизнесу, к предприятиям, которые работают в городе, поддержать его инициативу, выступить инвестором, спонсором, меценатом, как он сказал, и отремонтировать ряд объектов. Список объектов был предполагаемых. Мы подумали, почему бы нет. Наша компания на этом специализируется. А это уже отреставрированный дом на улице Куйбышева, 85, тоже объект культурного наследия. Сегодня в нем располагается Волжский народный хор. Всего же за два года в городе привели в порядок почти полторы сотни зданий. За помощь в преображении фасадов глава Самары поблагодарил неравнодушных представителей бизнеса. В последний раз в 1986 году была такая масштабная реконструкция фасадов города Куйбышева тогда. Нам, конечно, очень хочется, чтобы все исторические здания выглядели достойно, чтобы мы могли гордиться ими обновленными, красивыми. И я уверен, что отремонтированные фасады простоят не один десяток лет, потому что каждый из вас, уважаемые коллеги, выложил частичку собственной души. Желающих принять участие в большой самарской реставрации становится все больше. В следующем году за счет бюджета восстановят фасады почти двухсот зданий. Для еще 67 объектов привлекут инвесторов и меценатов. Марина Кравцова, Олег Зверев, Василий Колдашов, Дмитрий Мешканцов. События.